Пустые мастерские, тоскливые кабинеты, без дела сидящие преподаватели. В этом году впервые за 40 лет клуб «Радуга» не открыл двери для своих воспитанников. 160 детей не смогут продолжить обучение прикладному творчеству. Накануне руководителю клуба сообщили о том, что «Радуга» прекращает свое существование, а помещение необходимо освободить. В пятницу я должна передать все имущество техникуму, ну такое твердое имущество, витрины, мебель. А сама с остальными вещами, с музейными экспонатами, с выставочными вот этими всеми экспонатами, я должна просто выйти отсюда. Никому не интересно, куда я пойду. Куда пойдут 160 детей, которые должны прийти 1 сентября, которые вот школы, все 4 школы здесь, техникумы, которые здесь занимались, дети, которые третий год занимаются у нас по программе, программа на 3 года обучения. Ассоциация мастеров, куда пойдет, музей наш, куда пойдет несчастный, который закрыли 3 года тому назад. Уже вчера уволили уборщицу и вахтера. Судьба трех штатных педагогов пока не решена. Центр развития дополнительного образования детей, клуб «Радуга» – это государственное учреждение, входящее в структуру Министерства образования при Ангаре. За 40 лет коллектив клуба не раз становился участником международных выставок. Выпускники этого заведения – лауреаты и победители всероссийских вернисажей. А лучшие работы воспитанников «Радуги» украшают стены Министерства образования и здравоохранения в Москве. К примеру, вот эту вот куколку сделала одна из выпускниц клуба «Радуга». Вот такие вот вышивки здесь тоже делают дети. Думочки, иконы, картины. За 40 лет существования клуба «Радуга» из стен выпустилось более 8 тысяч человек. В 40 лет клуб «Радуга» располагался в стенах 36-го училища. Сейчас это техникум рекламы и промышленных технологий. Размещался Центр детского творчества на правах безвозмездной аренды. Продлялась она каждые три года. В 2019-м подписывать договор не стали. Вот ее последние слова, что Комитет по имуществу и Министерство образования решили, что клуб «Радуга» надо закрыть. Вот. И все. Вот это ее последние слова, я говорю. И как это подтверждается, какими-то документами или что нам дальше-то делать. Я вам все сказала, что мне сказали, то я и вам сказала. Все. Как и почему был утерян интерес к клубу, который консолидировал все творческие течения и проекты. Кукла в моей жизни, край родной, ангел мой, мастер золотые руки. Клуб «Радуга» был единственной выставочной площадкой в Иркутской области. Нет, мое мнение, клуб «Радуга» в принципе имеет очень хорошую историю. Мы всегда с ним сотрудничали. Вот всегда на протяжении, ну, по крайней мере, я здесь работаю 20 лет. И лет 15 вот точно и свои выставки они у нас устраивали. Они замечательно нас выручали, когда у нас были праздники, потому что они свое дефиле показывали. Они привлекали наших девчонок. Обеспечивали в том числе местами практики. У нас была профессия исполнителя художественно-формительских работ. Там проходили нашу практику. Защищались и чудесно выполняли выпускные работы. Уже дважды мы пытались попасть к директору техникума. Но застать его на месте не смогли. Сегодня, как и месяц назад, он был на педагогической конференции. В телефонном разговоре Николай Соколов пояснил, что договор с «Радугой» не продляют из-за нарушений техники пожарной безопасности, а устранять их отказывается областное руководство. Просто потому, что центр дополнительного образования в Ангарске в один миг стал никому не нужен. И так получается, что то уникальное, творческое, что десятилетиями создавалось в городе, осталось без поддержки областного правительства. А беззащитные дети, руководитель центра и педагоги, которых завтра выкинут на улицу, не смогут найти поддержки региональных чиновников.